Шалом! Хочу сегодня говорить к вам от всего своего сердца, причем говорить именно об этом, теми, что интригует и влечет меня, сердце жизни с открытым сердцем. Надеюсь, вы готовы к размышлениям на тему сердца Божьего и наших сердец. Я хотел бы, чтобы мы приблизились к тому сокровенному месту, месту, которое на самом деле касается нас, когда мы в нем живем изо дня в день. И я верю, что будет определенное вдохновение и воодушевление в течение этого невероятного приключения жизни в Машехе. Почему эта тема так захватывает меня, хотя порой и непросто все объяснить? Стоит отметить, что на самом деле эта тема, которую я приготовил для вас, ее нельзя отнести к завершенным и систематизированным учениям, но она постоянно дополняется теми впечатлениями, теми эмоциями, той информацией, которую черпаем из жизни, теми местами, которые мы находим в Писаниях. А это более чем 800 стихов в Библии от Бытия к книге Откровения. Все они о сердце, о жизни с открытым сердцем. Я поделюсь с вами некоторыми из них. Верю, они смогут дополнить наш урок. И в первой его части я хотел бы поделиться как раз тем, что именно меня так захватывает в этой теме. И я надеюсь, вас это тоже увлечет. Мы знаем, что сердце, как орган в нашем теле, является центром нашего существования. Доколе бьется наше сердце, мы живы. Но не случайно и в метафорическом, духовном смысле, сердце также является центром жизни. Думаю, Господь сотворил это так осознанно и с мудростью, так, что, говоря о сердце, наша мысль примещается к центру происходящего, к сути. Один человек сказал, сердце дел в делах сердца. Другими словами, если вы хотите добраться до сердцевины вопроса, вот даже в выражениях, как это, вы видите, как сама лингвистика указывает нам на центричность сердца. На самом деле, для меня одно из наиболее сильных мест Писания, сказанное мудрейшим человеком на земле, за исключением, конечно, самого Ишуа, царем Шлома, который использовал выражение «помыслил человек в сердце своем». Это интересная концепция, ведь обычно мы думаем в нашем сознании, размышляем в нашем сознании, а не в сердце. Но Писание указывает на то, что в немалой степени наша жизнь преломляется сквозь призму чувств, интуиции, и мы рассчитываем ощущать вокруг жизнь не только посредством разума, но и на глубинном уровне, висцеральном, инстинктивном, касающемся внутренностей человека. Справедливо также и то, что Господь обращается к нам от сердца к сердцу. Я приведу пример из Писания, где пророк Еремия говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, «Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними». Это тоже указывает на близкие отношения. Но дальше говорит Господь, «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Так что, когда мы находимся во взаимоотношениях с Богом, это относится к вопросам сердца, от сердца к сердцу, это касается наших сердец, связанных с Божьим сердцем. Писание также говорит об обрезанном сердце, мягком сердце. Вторее, в книге Второзакония мы видим, что Бог хочет от нас, чтобы в отношениях с Ним у нас было обрезанное, что значит мягкое, открытое сердце. И это для меня очень показательно, это оказывает на меня влияние. То, как Господь говорит об этой мягкости. Интересно, ведь мы все знаем, что, когда живешь в этом мире, работаешь, строишь взаимоотношения, смотришь новости о происходящих в мире событиях, терроризме, проблемы в семьях и социуме, даже в хороших ситуациях, все равно это задевает наши сердца. Также мы отмечаем то, что говорил Господь пророку Иезкиилю о времени, когда мы вернемся в землю. Он конкретно говорит в 36 главе, «Возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце плотяное». И тут имеется в виду сердце чувствительное, способное чувствовать то, что чувствует Бог. И вот, даже когда я использую эти обороты речи, я понимаю, мы с вами не до конца осознаем тот факт, что Бог сам чувствует. И в Писании мы видим примеры тому. Один из лучших примеров, Иешуа, который, как мы видим в новозаветних писаниях, плачет. Один раз плачет об Иерусалиме в Евангелии от Луки и один раз перед гробницей Лазаря в Евангелии от Иоанна. Иешуа, будучи Богом в человеческой форме, дает нам представление о глубине Божьего характера. Этот аспект мягкости и восприимчивости сердца открывает перед нами возможность общаться с Богом от сердца к сердцу. Конечно же, наша лексика наполнена выражениями, как мы уже говорили в начале, такими как «добраться до сердцевины сути происходящего», «Он разбил мое сердце», «сердце выпрыгивает из груди». Вот песня, которую я помню из моего американского прошлого. Простите уж, я оставил сердце в Сан-Франциско. Сан-Франциско – это город романтики и поэзии, и вот эти выражения и многие, многие другие, которыми буквально пропитаны песни, стихи, литература на протяжении столетий. Тема любви, которая рождается и хранится, живет в наших сердцах, весьма центрична, так близко соотносится с самой сущностью человека, сотворенного по образу Божьему, что я по-настоящему вдохновлен и увлечен этой темой. Сердце человека было сотворено Богом как некий портал. Это слово определяется как путь, дверь, вход, врата. Так как же Бог общается с людьми? Как Он вступает во взаимодействие, коммуникацию? Как Бог делает это на планете Земля? Какова Его точка входа? Когда мы размышляем об этом, если божественная точка соединения с нами находится в сердце нашем, если Бог говорит «сердца наши», если Бог заключил завет с нами в сердцах наших, если желание Божье наполнить наше сердце Его любовью, Его духом, Его сущностью, Его естеством, если это так, то не является ли наше сердце тем самым гейтвэем, теми самими вратами в мир из небес от самого Господа. Эта концепция меня интригует и ошеломляет, потому что это не просто мне думать о себе как о вратах, через которые Бог входит в этот мир, касается Его. И да, возлюбленные, я безо всяких вопросов знаю, что это то послание, которое Бог хотел бы донести до каждого из нас, что наши сердца, это Его врата, наши сердца, Его портал, в свете новых терминов всемирной паутины, интернета, врата или гейтвэй, может быть взаимозаменяемым со словом портал и обычно означает площадку, основной сайт, если можно так выразиться, из которого в свою очередь можно достичь остальные сайты. Это то место, где вы можете получить доступ к множеству других источников. И я полагаю, что этот термин весьма подходит и в нашем случае для определения сердца как точки доступа в сердца всех, кого касаются нашей жизни и таким образом оно становится божественным порталом ко всему человечеству. Возможность Всевышнего каким-то образом умолить себя можно представить в виде забавной иллюстрации, в которой Господь ищет некий разрыв, отверстие, точку доступа в человечество, в наше бытие. И это подобно сказке. Это как в той научно-фантастической истории, где старый, мудрый представитель гибнущей цивилизации на далекой планете, близкой к разрушению, ищет новую среду обитания, новое место, через которое он бы мог совершать невероятные дела, чудеса, преобразования. И это мудрое существо ищет по всей Вселенной и находит планету Земля с живущей там человеческой семьей, людьми. Это такие наивные мысли, но я представляю себе иногда, что Творец Вселенной сотворил нас такими, чтобы мы стали порталом для Него в этот мир, в это измерение. И это меня выводит из себя, пугает немного, создает во мне чувство дискомфорта, но также и вдохновляет меня, поднимая самоосознание на новый уровень. И я говорю, вау, Бог, создал такое сердце внутри меня, которое может слышать Тебя, отвечать Тебе, и Ты также наделил мое сердце функцией портала, врат к остальному человечеству, в это измерение физического мира. И это понимание побуждает меня искать Бога. Для этого, собственно, и мы с вами проводим это время вместе, сейчас, размышляя о сердце. Наша цель быть открытыми для Бога, чтобы у Него был полный доступ к нашему разуму, личности, сердцу и, конечно же, телу. И снова, возвращаясь к тому, как наш язык, лексика использует концепцию сердца, мы употребляем выражение с чистым сердцем, всем сердцем. И на самом деле, Писание множество раз, мы еще к этому вернемся позже, использует фразу «всем сердцем твоим». Если мне нужно было бы подобрать одну фразу для определения всех этих уроков, которые я намерен провести с вами, я бы использовал именно эту фразу «всем сердцем твоим». В иврите у нас есть весьма сильные указатели на центричность сердца. Например, слово, используемое для мужества в иврите «омец лев», буквально «сила», «крепость сердца». Очень красивая иллюстрация. Это как кузница, где есть наковальня и кузнец, который, работая по старинке, закаляет сталь, делает ее более крепкой, чтобы она могла переносить различные испытания, сделали бы из нее какое-то орудие или меч. И наше сердце это как такая наковальня, на которой металл жизни закаляется жаром Божьим в наших поступках, делаясь сильнее. ОМЭЦ ЛЕВ Есть еще одно выражение в иврите, которое используется довольно часто, ЦУМАТ ЛЕВ. ЦУМАТ ЛЕВ происходит из комбинации слов «положить», «приложить» наше сердце, что значит «обратить внимание». Так что ЦУМАТ ЛЕВ означает «обратить внимание». ЦИММИЛЕВ, если вы обращаетесь к женщине, девушке, тоже обрати внимание. Конечно, любимое выражение учителей, иногда даже духовных учителей, в том числе. То, о чем мы говорим, сердце это механизм, оно как работающий поршень. Во всех этих выражениях в Иврите и библейские выражения о желаниях сердца вашего или когда говорится о том, как сердце ослабело или растаяло от страха во время битвы или знать в сердце своем. Сказали в сердце своем. Много раз в Писании, когда Ишуа видел мысли своих оппонентов и пишется «сказали в сердце своем», не сказали во всеуслышании, то есть помимо открытого диалога. И мы знаем это, когда мы сами общаемся. Правильно было бы сказать, что мы высказываем мысли о мысли в разуме, но та среда, та площадка, на которой происходит дискуссия, это наше сердце. И наконец, когда Ишуа спросили «какая из заповедей самая важная из всех?» Он сказал, «вы афта от Адонай Элвэха бихол лававха увхол нафшеха увхол меудеха». Он сказал, «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и сею душою твоею и всем разумением твоим». Конечно, цитирую 6 главу книги «Вторезакония в Таре». Это концепция любви от всего сердца. Для меня это одна из самых невероятных заповедей. это приглашение. Бог устремляется к нам из своего сердца. Он говорит, «Я возлюбил тебя». Он говорит, «Я пришел на эту землю, на эту планету. Я принял на себя ваш образ человечества и вашу слабость. Я подверг себя вашим искушениям, не поддавшись им, для того, чтобы получить от вас ответ. Я возлюбил вас от всего своего сердца, а теперь я обращаюсь к вам и жду ответа всей любви, что могут дать ваши сердца». На следующем занятии мы снова поговорим с вами о том, что означает отдать сердце за что-либо, что означает любить или жить от всего сердца. Спасибо. До новых встреч. Миссианский Центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv «Возвращенный» 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 «Возвращенный»